В Москве сегодня собрались гражданские активисты со всей России. В столице стартовал Всероссийский форум сообщества. На прямой связи со студией сейчас наш корреспондент Анна Балдина. Анна, здравствуйте. Кто принимает участие в форуме и какая главная тема для обсуждения? Здравствуйте, Екатерина. Этот московский форум сообщества, девятый по счету, он завершает эстафету подобных мероприятий, которые с марта проходили во всех федеральных округах России. Участников здесь в Москве более трех с половиной тысяч. Это и представители некоммерческих организаций, и активисты, и волонтеры, предприниматели, чиновники. Хотя в России зарегистрировано сотни тысяч НКО, потенциал этого так называемого третьего сектора используется лишь на несколько процентов, так считают организаторы форума. Около 350 экспертов. Разработана предварительная дорожная карта, которая как раз-таки сегодня будет еще обсуждаться и дорабатываться. Много инициатив, предложений, обозначенные проблемы, проблемы специфичные для округа, в округе для регионов. Поэтому работы много. Перед тем, как начнется форум, могу подвести такую небольшую черту, как резюме. Мы сейчас находимся, знаете, в такой точке по отношению к третьему сектору, к некоммерческим организациям, как 10 лет назад к малому бизнесу. То есть многое говорим, но не совсем понимаем, что это, что нужно делать, кому в первую очередь помогать. Открылся форум. Минуты молчания почтили память жертв крушения самолета-компании Когалымавиа. Я предлагаю начать наш форум с минуты молчания в памяти погибших в том основном заполученном рейсе 92-68. Здесь на форуме работает несколько дискуссионных площадок. Обсуждают, как найти средства на деятельность НКО, государственные и частные деньги, как оценивать эффективность некоммерческих организаций. Мы познакомились здесь с некоторыми активистами. Это, например, Евгений Смирнов, чемпион России по брейк-дансу. Несколько лет назад он потерял ногу, но, несмотря на это, не оставил любимое дело. Евгений Смирнов – это тот самый танцор, выступление которого на одном из телевизионных шоу до сих пор собирает тысячи лайков в социальных сетях. А сейчас у него есть мечта открыть инклюзивную танцевальную школу в Краснодаре. То есть школу, где будут учиться разные дети, обязательно дети с ограниченными возможностями. На данный момент мы хотим открыть школу. Это будут ПОДА, это поражение опорно-двигательного аппарата. Мы хотим с этого начать. То есть в дальнейшем мы планируем, конечно, развиваться дальше. То есть это уже будет без ограничений детей, то есть из ДЦП и с различными, так сказать, заболеваниями, со здоровьем. Мы хотим принимать всех остальных, но хотим начать мы с малого, потому что сразу хвататься за все, это просто, может, как говорится, блинкомом получится. Мы этого не хотим. По нашим наблюдениям, самый юный участник форума, это Заур Дадашев из Сургута. Ему всего 8 лет, но он самостоятельно придумал программу патриотического воспитания школьников. И по этой программе уже учится в его родном Сургуте. Но ради мечты Заур со своей семьей приехал в Москву. Давайте послушаем, что же это за мечта. Я хочу построить в городе Сургуте, в своем родном, площадь флага России, потому что в других странах, например, в Казахстане, я туда ехал отдыхать на каникулах, и там я увидел большой флаг Казахстана. И я хочу иметь такое же достояние архитектуры в своем родном городе Сургуте. И я хочу построить площадь флага России в городе Сургуте. Самые интересные инициативы внесут в доклад о состоянии гражданского общества, которое общественная палата ежегодно представляет президенту России. И также лучшие проекты возьмут под свое крыло эксперты, будут их сопровождать в индивидуальном порядке. А завершится форум сообщества завтра вручением премии «Я гражданин». Екатерина. Спасибо, Анна. На прямой связи со студией была наш корреспондент Анна Балдина.